Привет! В этом видео покажу, как сделать дизайн с фольгой, сахарный ноготь и кое-что еще. Но сначала давайте приведем вот это в порядок. Это та же самая клиентка, которая долго ходила без коррекции и потом еще подклеила ноготь. Так вот, этот ноготь отслоился практически полностью. Это можно видеть по белой линии. Поэтому сейчас, передосплавной фрезой, я сначала полностью спилила длину. И теперь убираю толщину именно со свободного края, потому что это единственное место, где отслойки нет. И, соответственно, весь материал держится и ноготь только на вот этой части. Но, так как отслойка подклеена с помощью клеем, я не знаю, получится ли ее действительно так легко снять. Потому что, если клея нет, как правило, мы снимаем вот эти остатки материала со свободного края и дальше она уже сама отлетает. Обязательно нужно максимально укоротить длину, потому что, как правило, на свободном крае он отслаивается уже в самом конце. И, конечно, максимально снять толщину. Как правило, для акрила я всегда использую твердосплав с зеленым абразивом. Это достаточно абразивная фреза и ей просто удобно работать по акрилу без дополнительного нагревания. И вот, практически, мы дошли до ногтя и, смотрите, нет, все снимается легко. Благо, клея было не так много. Ноготь выглядит таким истерзанным, потому что частично слои ногтевой пластины были сорваны в момент отслойки и остались прямо на материале. То, что вы могли видеть рядом. Поэтому сейчас необходимо ноготь полностью укоротить и вот эти уже отслоившиеся частицы тоже аккуратно зашлифовать. Оставлять их так нельзя, потому что туда уже попала какая-то влага и если мы заново замуруем это материалом, то ничего хорошего не будет. Но, конечно, с натуральной ногтевой пластины обращаемся бережно. Она и так уже истерзана и повреждена. Наша задача лишь снять вот эти отслоившиеся части, потому что блеска у этого ногтя и так уже нет. Вы просили в одном из прошлых видео подробнее показать, как я снимаю ноготь при отслойке полностью. Вот я вам показываю практически всю процедуру. Я использую 180 и достаточно мягким нажатием вот это все снимаю. Для того, чтобы хорошо поставить форму, конечно, необходимо еще и полностью убрать свободный край. Поэтому полностью его подпиливаем и только после этого я уже начинаю делать аппаратный маникюр. Ну что, приступаем к дизайну. Для него я буду использовать вот такую акриловую пудру от бренда Glam & Glitz. Камуфляж от NSI цвета Rose Blush. Также мне потребуется гель-лак Uno 189. И вот такая полупрозрачная пудра для сахарного ногтя. Gel Play это для закрепления страз. Фольга синяя и розовая. И стразы я нашла с воровски, вот практически такого же оттенка. Синие бульонки, также для украшения. Матовый и глянцевый топ. От Vogue Nails у меня матовый. Глянец от Tartisa. Ноготь подготовлен, форма поставлена. Наносим дегидратор и праймер. Сначала делаем блестящий ноготь. Для блестящего обязательно нужна прозрачная подложка. Можно, конечно, и без нее делать, но с блестящими пудрами на самом деле не очень комфортно работать. Тем более, это не какая-то пудра с блестками, а это пудра с такими кусочками, мне кажется, фольги или полистеровой пленки. То есть, частицы достаточно крупные. И чтобы их можно было удобно сгонять в одно место, хорошо, когда уже есть какая-то плотная основа. В данном случае это будет прозрачная подложка. Если вы отдаете предпочтение гелю, а не акрилу, то я советую поступить точно так же. Сначала сделать прозрачную подложку и только потом уже работать с блестками. Подложка не только служит основой для того, чтобы удобнее было работать, но ей мы также задаем длину и форму. Сравниваем длину с теми ногтями, которые уже сделаны. И, соответственно, если он получился короче, то добавляем. А если длиннее, то с акрилом это очень легко можно сделать, сразу же отрезав лишнюю длину, например, с помощью пушера. Ну что, подложка готова. Приступаем к блесткам. Я набираю вот такой шарик акриловой пудры. Вы, кстати, часто меня спрашивали, откуда я беру такие цвета, сама ли я их смешала. Так вот, нет, это уже готовая пудра, прямо готовый цвет, который можно купить. И при работе с акрилом, когда вы берете цветную пудру, вы используете тот же мономер. Меняется просто цвет самой пудры и, соответственно, самого ногтя, который из нее получится. Надеюсь, понятно объяснила. Распределяю пудру немного вниз. И, соответственно, вверх тоже надо будет распределить. При работе с такими крупными блестками основная загвоздка это... Так, этот большой кусок точно надо убрать. Ему некуда сюда лечь. Самая загвоздка это, конечно, выкладка у кутикулы, потому что там должно быть тоненько. А такие крупные блестки это не всегда позволяют. Поэтому у кутикулы я особенно тщательно работаю, аккуратно кистью прохожу, так, чтобы они точно легли в такой один тонкий хороший слой. И теперь можем это все перекрыть прозрачкой. Я начинаю с центра, потому что максимальная высота, наивысшая точка, она еще называется апекс, должна находиться именно там. Поэтому, если я поставлю шарик на центр и растяну сначала вниз, потом вверх, мне таким образом легче построить архитектуру. Но, в принципе, здесь нет таких правил. То есть, хотите, можно перекрывать кутикулы. Вот сейчас добавляю шарик у кутикулы и растягиваю вниз. И, может быть, это выглядит, как будто я просто крашу, но на самом деле кистью я также формирую архитектуру, поверхность, так, чтобы ноготь был уже максимально готов. Чтобы подпилить, осталось буквально немного формы. Ну, конечно, при работе с такими яркими цветами порой бывает не замечаешь, что просто где-то не запечатал боковую или свободный край, поэтому обязательно надо все просмотреть. Снимаем форму, обратным пинцетом аккуратно поджимаю и затем нужно подпилить ноготь. Для данного наращивания мы сделали только один ноготь на одной руке такого цвета. Остальные обычного натурального цвета. Пудру, которую я вам показывала в начале, Rose Blush от NSI, ее использовала для того, чтобы сделать однотонные ногти. Если вы хотите посмотреть, как такие ногти делаются с помощью акрила, я оставлю ссылку в правом верхнем углу. У меня много видео на эту тему. Вот такой вот ноготь будет на всех остальных, просто натуральный. А тот решила сразу сделать с блестящим. Можно было бы, конечно, и его сделать под лак и просто покрыть блестящим гель-лаком. Но вы знаете, эффект отличается. Тот, кто занимается наращиванием или, может, мы видели вживую, вы поймете, о чем я. То есть там будет именно глубина блесток. Ну что, приступаем к покрытию. Бизинец покрываю вот этим цветом Уна. Очень красивый цвет. Он такой между розовым и сиреневым. Очень яркий, но при этом не слишком кислотный. И, кстати, достаточно плотный. Знаете, я обожаю, как пахнут гель-лаки Уна. Мне они также нравятся и по другим признакам, как они наносятся, какая у них плотность. Но запах прям, не знаю, это что-то. Напишите, если здесь есть такие же. Это единственный гель-лак, кстати, у которого мне прям нравится запах. Полимеризуем в лампе одну минуту и наносим второй слой. Хоть цвет и плотный, но все-таки в два слоя он будет всегда гораздо круче. Нанося второй слой, убедитесь, что вы также все ровно покрываете у кутикулы вдоль боковых сторон. Потому что на особенно интенсивных цветах это будет сразу видно. Знаете, бывает цвет покрыл посередине, все отлично, а у кутикулы такой полупрозрачный ободок. Вот старайтесь такого не допускать, всегда покрывайте на совесть. Потому что когда ногти начинают отрастать, это, как правило, очень хорошо видно. Полимеризую снова одну минуту в диодной лампе. И теперь, внимание, перекрываем глянцевым топом. Топ должен быть без липкого слоя. У меня тортиса, можете использовать любой. Главное, ни в коем случае он не должен быть с липкостью. Убедитесь, что вы им тщательно все покрасили. У кутикулы вдоль боковых, то есть он прям должен очень хорошо покрывать ноготь. И главное, тоже не нанести его слишком толсто. Вот я пока покрывала, пока настраивала фокус, он у меня чуть-чуть оттекал кутикулы. Поэтому я снова промазываю кистью. И теперь насыпаем вот эту специальную пудру для сахарного эффекта. Сама по себе она прозрачная, то есть не имеет оттенка, а значит она не изменит основного цвета. И можем, кстати, уже видеть, как она немного впитывается в цвет. Прямо действительно, как будто добавляем сахар. Аккуратно стряхиваем остатки. И теперь, не двигаясь, клиенту говорим очень осторожно, просушить в лампе минуту. Вот теперь любой чистой кистью стряхиваем остатки. И смотрите, какая вкусняшка получилась. Выглядит, по-моему, как прям такая карамелька в сахаре. Очень классный эффект. Ну что, продолжаем. На следующий ноготь я наношу базовое покрытие. Так как сам ноготь был смоделирован из натурального материала, а мне нужна липкая поверхность, самый лучший и простой способ просто нанести тоненький слой прозрачной базы. Если вы наносите, скажем, натуральный гель-лак на ноготь, то вам, естественно, не нужна база сверху. Вы просто воспользуетесь липкостью от цвета. Полимеризую 30 секунд и отпечатываем фольгу. Голубую и фиолетовую. Вы знаете, я отпечатала и поняла, что эти два цвета вообще идеально сочетаются вот с цветом той пудры. Они прям, ну вот точно такие же. Удалось попасть в тон, хотя все абсолютно от разных производителей. То же самое делаем на следующем ногте. Покрываем базой. Кстати, не обязательно базу покрывать везде. Может быть, вы хотите отпечатать только одну сторону. Тогда не надо все покрывать. И снова делаем отпечатки. Здесь я хочу уже покрупнее их сделать. Скоро поймете почему. Ну, главное когда-то все-таки остановиться. И теперь перекрываем. Наш блестящий ноготь из акриловой пудры, конечно же, покрываем глянцем. Вы, наверное, обратили внимание, что у кутикулы выглядит, ну, мягко говоря, не очень. Потому что самые крупные частицы фольги все-таки не достали близко у кутикулы. Ну, а те, которые достали, все равно спилились. И, да, такое бывает при работе с крупными блестящими частицами. И я вам покажу, как я решила это поправить. Я использую блинкон. Это один из моих любимых закрепителей страз. Кстати, они шикарно держатся не только на акриле и геле, но и на натуральных ногтях. И теперь вот такой небольшой треугольничек сделаем из страз. Сначала делаем дорожку из четырех. Затем в шахматном порядке ставим три стразика. Промазываем, если вам не хватает, поднимите геля. И ставим один. Получился вот такой треугольник. Кстати, такое расположение страз именно у кутикулы также визуально еще удлиняет ногти. Что, по-моему, неплохо. Ну и ставим бульонки между ними, но потом, кстати, я поняла, что это, наверное, лишнее. Их все равно особо не видно. Теперь перекрываем. Средний ноготь у нас будет глянцевым. Фольга настолько тонкая, поэтому, когда вы ее перекрываете, закрепляете, не нужно вообще больше ничего делать. Одного слоя топа будет вполне достаточно. Поэтому просто его перекрываем. А вот на указательном я решила воспользоваться матовым топом. Именно поэтому я сделала отпечатки крупнее. Когда есть больше площадка с фольгой и покрытие потом будет матовым, мне кажется, они смотрятся гораздо круче. Да и вообще, я последнее время люблю вот этот эффект больших кусков фольги под матовым топом. У меня матовый с липким слоем. Поэтому я перекрываю его. Полимеризуем все это одну минуту в диодной лампе. Снимаем легкий слой и все готово. Указательный матовый, средний глянцевый, безымянный блестящий, ну а мизинец сахарный ноготь. Надеюсь, это видео вам понравилось. Напишите, какой ноготь вам кажется наиболее интересным и симпатичным. Если вы первый раз на моем канале, советую подписаться, потому что подобные новые мастер-классы выходят каждую неделю. До встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok